Но тут же нужно сказать, что была подавлена Жакерия. Сразу же буквально после этого при Молле деревня такая Гийом Каль выстроил свои войска, которые так в общем-то и не смогли сойтись с Этьеном Марселем. Мило, извините, пожалуйста, оговорился. Мило. 8 июня 1359 года туда пришел опять же Карл Злой, увидел построившихся крестьян, и сколько их, не решился напасть. Хотя у него была прям очень хорошая тяжелая конница. Это же в конце концов не английские рыцари спешенные. То есть, да, там есть люди, умеющие воевать, и их даже много. Более того, там скорее всего есть те самые разбежавшиеся компании, которые точно хорошо воюют, но это же не английское рыцарство во главе с королем. То есть, удар тяжелой конницы они бы скорее всего не выдержали. Тем более, там английских лучников неприятных нет в таком количестве. Но он не решается атаковать, потому что их очень много, до 7 тысяч человек. Чем это закончится решительно неясно. Ну и тогда, чтобы не воевать, подождав сутки, Карл Злой пригласил ее Макари побеседовать. И даже обещал ему, что все абсолютные требования будут удовлетворены. Это одно. Чтобы их проводили до Парижа и дали лично переговорить с королем. А что? Что же может быть легче-то? Входи, договори. Входи, договори. Вот. Я, между прочим, даю рыцарское слово свое, сообщил Карл Злой. Ну, как только... А это считается? Конечно, нет. Это же равный равному. Конечно, не считается. Дурачок. Ну, и как только приехал-то для переговоров Гийом Каль, его схватили и зверски казнили. А именно, что его вытащили, чтобы все видели, и одели ему на башку раскаленный на треножник железный. Ну, на котором эти кипятят котелки. Вот костерок, сверху треножник. То есть, такую корону ему сделали. И ему на башку ее одели. Все добрые были. Ну, и как только оказался отряд без предводителя, вот тут на него спустили тяжелую кавалерию. Которая просто всех растоптала. Хороший рыцарский поступок. Да. Там была массовая расправа. Причем, что интересно, расправы над восставшими шли такие, что один парижский палач, который вынужден был все это вручную обрабатывать, он не выдержал. Заработал эпилепсию. О чем прямо пишет Жан Фруассар. Он прямо на рабочем месте. У него случился припадок. Кошмарное описание совершенно. То есть, видимо, что даже у такого человека психика не сильно выдержала. Такой тяжелой работы. Ну, я представляю, как там все орали. Это на нервы действует. Что-то, что вы орете. Да. Я ж на работе. Не шваброй в жопу тыкать бы. Можешь. 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 Можешь.